Вы смотрите Информбюро, продолжаем выпуск. Вера в новогодние приметы для наших людей становится традицией. 31 декабря переполнены бани, автомойки и заправочные станции. Люди скупают символы Нового года и делают все так, как говорят астрологи и экстрасенсы. Наш корреспондент Антон Киселев выяснял, кто еще делает бизнес на народных суевериях. Разнообразие новогодних примет и народных поверий спокон веков было просто необъятным. Немцы любят погрохотать фейерверками, считается, что это отпукивает злых духов. В Индии принято выкидывать и сжигать старые вещи, чтобы вместе с ними ушли прошлые обиды и болезни. А у нас есть своя традиция. Каждый год, 31 декабря, вместе с друзьями принято ходить в баню. Традиция героев Эльдара Рязанова прочно закрепилась в Казахстане. Все больше наших граждан предпочитают встречать Новый год чистыми. Классические бани, японские и финские сауны 31 декабря переполнены посетителями. На канун 30-31 декабря у нас все номерные бани, то есть люксы, все заняты. Все люди хотят на Новый год встретить чистенькими, опрятненькими. Прижилась в Казахстане и другая традиция. За несколько часов до Нового года автолюбители спешат заправить и помыть своих железных коней. На мойках Алматы уже даже начали составлять списки. На 31-е у нас полностью зарезервирован весь день, то есть с 9 утра и до 10 вечера у нас мойка зарезервирована. Клиенты все записаны. Клиенты как бы соблюдают свои обычаи, то есть с чистой совестью, в чистой машине Новый год справляют. 2014 год по восточному календарю – это год синей деревянной лошади. Поэтому суеверные считают, что на праздничном столе ни в коем случае не должно быть конины. Иначе семью весь год будут преследовать неудачи. Однако алматинские мясные павильоны в предпраздничные дни полны народа. Особой популярностью, несмотря ни на что, пользуются лотки с кониной. У нас принято казахов, всегда конина есть. Всегда покупайте конины у нас. А у вас у самой вот на праздничном столе вводят конина? Что именно готовить будете? Это обязательно. Я буду готовить с конина казы, карта, жая. Это чисто бешформа казахская. Я не суеверная. Издавна люди верили, что Новый год – это шанс оставить позади невзгоды и привлечь удачу. Многие уверены, что если соблюдать приметы, то год грядущий будет лучше прошедшего. Но придавать ли значение суевериям или нет – личное дело каждого.